Мы работаем для вас. Поддержи наш проект. Не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на канал и включить уведомления. У простых обывателей сложилось устоявшееся мнение, что пить спиртное мусульманам категорически запрещено. А вот к наркотикам в исламской традиции считают они отношения лояльны. И в принципе вполне понятно, как возник этот расхожий стереотип. Ведь в некоторых странах Азии в силу ряда причин имеются благоприятные условия для выращивания конопли и мака, чем и пользуются производители зелия. Тот же Афганистан сегодня один из самых крупных поставщиков наркотиков на мировом рынке. Но означает ли это, что ислам одобряет это смертоносное производство и торговлю? Нет, конечно. В исламе наряду с алкоголем сторожающе запрещено все, что дурманит разум человека. Дурманящим средством, естественно, относятся и наркотики. И тем не менее проблема наркомании имеется даже и среди мусульман. Может быть она стоит не так остро, как где-либо еще, но она есть и с этим нужно как-то бороться. А как с этим бороться и о проблеме наркомании вообще нам расскажет наш сегодняшний гость, частный психолог, много лет проработавший с наркозависимыми Андрей Вахидов. Но прежде давайте обратимся по традиции к нашей инфографике, которая показывает ситуацию с наркоманией в регионах нашей страны. В России в прошлом году был составлен антинаркотический рейтинг регионов. Он основывался на анализе числа смертей от употребления наркотиков, количество граждан, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях, а также выявленных преступлениях, совершенных в состоянии наркотического опьянения или связанных с незаконным оборотом соответствующих веществ. Согласно рейтингу, из 85 субъектов Российской Федерации самым неблагополучным признан Приморский край. Затем идут Еврейская автономная область, второе место, и Сахалинская область, третье место. Регионы с мусульманским населением расположились в следующей последовательности. Татарстан, 30 место. Карачаево-Черкесия, 32 место. Башкортостан, 36 место. Адыгея, 60 место. Ингушетия, 61 место. Кабардино-Балкария, 71 место. Дагестан, 78 место. Чечня, 82 место. Москва заняла восьмое место. Санкт-Петербург на пятом. Анвира, саламу алейкум. У алейкум, салам. Есть такое мнение, что главной причиной употребления наркотиков во многом является бедность. Но как же быть тогда с тем, что люди достаточно обеспеченные тоже употребляют наркотики и становятся жертвами этого недуга. Вообще, что становится причиной употребления наркотиков и почему люди вот так вот уходят от трезвой, нормальной, здоровой жизни и приходят к этому? На ваш взгляд. Ну, здесь вот есть как бы два таких ярких основных момента. Первый из них, во-первых, если мы будем опираться все-таки на МКБ-10, это международная классификация болезни, то есть химическая зависимость, синдром зависимости, это заболевание. Если мы говорим про болезнь, то заболеть может у нас абсолютно любой. И богатый, и бедный, и человек. Любого вероисповедания, социального сословия, образования и так далее, и так далее. Ну, если говорить про, почему это люди делают, то есть причин на самом деле очень много, но основная причина в том, что человек не удовлетворен своими потребностями. То есть в какой-то момент он их не удовлетворяет естественным образом или тем образом, которым он научен. Это больше к богатым людям относится, к состоятельным? Нет, нет, абсолютно к разным. И люди уходят, идут по пути разрушения себя. Ну, вот смотрите, если сравнивать, вообще человек в психологии сравнивается с животным. Организмом это животный организм, да, только в отличие от животных есть еще и, соответственно, разума. Если раненая кошка, скажем, или собака, больная, выходит в природу и находит траву, и лечится ей, да, и, то есть, ее организм приходит в такую гармонию, в согласие. То есть, то же самое с человеком. Человек в какой-то момент начинает нуждаться в некой поддержке, в некой помощи, в неком излечении, и уходит искать вовне. Если, то есть, он не обучен, не воспитан, он не знает, куда обращаться, он начинает искать это эмпирически, опытным путем, и натыкается на, собственно говоря, вещества, те или иные. Пробует их, так приобретает зависимость. Ну, вот это то, что, как бы, из моей, там, более чем десятилетней практики складывается такое мнение. А вот, на наш взгляд, наркомания – это все-таки такой физический, психологический или глубокий духовный недуг? Что больше? Смотрите, еще в 86-м году в журнале «Физкультура и бег» я прочел определение здоровья, которое дает всемирное объединение здравоохранения. Там было написано, что здоровье – это всеобъемлющая, гармоничная жизнь человека, собственно, которая охватывает и физиологию, и психическую сторону человека, и социальную, и духовную. То есть здоровье – это не только отсутствие болезни или физических увечий. Поэтому на основе этого и была разработана такая, ну, такой подход – биопсихо-социо-духовная модель. Соответственно, и наркоманию лечить надо комплексно, то есть поэтапно. Начинать с тела, соответственно, переходить к разуму, ну и, соответственно, к духу. Поэтому здесь как раз не… Что делает неуспешным лечение наркомании или алкоголизма, это как раз когда люди останавливаются на каком-то этапе. Например, тело исцелили человека, оно пришло в номинальную норму, да, то есть и все. А разум и души? А разум и души оставляют как бы на поток. А вот насколько стоит острая проблема наркомании среди российских мусульман? Вообще как-то среда – это отличается от иных? Эта среда, безусловно, отличается. В чем отличительная, ключевая особенность? Я начал проводить исследования, взял в разрезе такую небольшую, правда, выборку, ну, как-то, чтобы это облечь все-таки в научную форму, в свою гипотезу. 20 человек – представители индивидуальной культуры, то есть это в основном люди славянских народов, и, соответственно, 20 человек было выборка представителей народов Северного Кавказа. И я думаю, на мой взгляд, что основная проблематика в том, что устои, традиционные устои так называемой адапы и адаты начинают рушиться. Вот процесс глобализации начинает затрагивать, соответственно, и мусульманские народы. Давайте возьмем Дагестан. В Дагестане я знаю точно, что есть более десятка революционных центров. Это достаточно новые формы организации, потому что раньше этого не было вообще. Люди Северного Кавказа ехали лечиться, соответственно, сюда, в Москву, в Петербург и другие города. Особенность, конечно, безусловно, есть, потому что мусульмане являются в основном представителями закрытых культур, и само протекание болезни происходит по-другому. Но основная, на мой взгляд, на сегодня все-таки причина – это процесс глобализации, который затрагивает мусульман в том числе. То есть мы не можем жить вне прогресса. Но мы как бы находимся на таком перепути, что ли. У нас есть с одной стороны устои традиционные, с другой стороны есть прогресс. Но нет гармоничного вхождения в этот прогресс. То есть вот такой когнитивный диссонанс часто и приводит к тому, что люди уходят в употребление. Говоря о Кавказе, все-таки мы знаем, что на Кавказе это очень высокий уровень безработицы. И как-то вот этот фактор может быть наличие большого количества свободного времени, безделия. Как может этот фактор тоже как-то влиять на ваш взгляд? Наличие свободного времени влиять на это не может. Но фактор безработицы, как социальной неустроенности, как невозможности прогнозировать свое будущее, вот он является стрессовым. И если уж вы затронули вопрос ХМЗ безработицы, то в комплексе, если рассматривать геополитический вопрос, ну давайте не забывать, все-таки в Чечне было два локальных конфликта, и форма посттравматического синдрома часто проживается как раз через употребление веществ. Если там брать опыт Вьетнама, контингента американцев, или Афганистана, контингента советских войск, вообще есть мнение, что в СССР наркомания попала через Афганистан. Как раз не сам такой путь был открыт, а именно, что масса здоровых молодых ребят, подвешившихся вот таким стрессовым ситуациям, она не смогла с этим справиться, там она не справлялась, и, соответственно, она была вынуждена употреблять. Но даже эта вещь еще в нашей культуре есть, потому что ведь культура – это такой привычный образ мысли и действия. Вот смотрите, если мы смотрим фильм про войну. Брюцкая крепость. Перед боем, вот сейчас наступит бой, что предлагается отцами командир? Покурить или так называемый 100 грамм. В том же, кстати, фильме показана кавказская ментальность войнахов. Что делают войнахи? Ингуши. Они зикр. Они вот перед боем делают зикр. Вот этот зикр хлопнул на душу, лая-лахи-ла-ла. То есть, таким образом, вот разница менталитетов. То есть, одни начинают употреблять, другие готовятся предстать перед Всевышним, то есть, готовы отдать свою жизнь нам и так далее. Но абсолютно разный подход. Поэтому, собственно говоря, брать, если геополитические вопросы, то есть, Кавказ вообще нестабильный. Ну, нестабильный регион – это одна из основ, где появляются суррогаты. Там игромания, наркомания, алкоголизм и так далее. Вообще, если возвращаться к первым вопросам, то есть, наступает момент, когда центральная нервная система не справляется с определенной ситуацией, и ей нужна помощь в природе. Ну вот, Бог рождает людей совершенными. Если взять маленького ребенка, то его нервная система, она подобна кусочку пластилина, она эластичная и гибкая. То у взрослого человека этот кусочек пластилина, он тот же самый, но он похож, знаете, на что, если его, скажем, в морозильную камеру засунуть, он такой уже хрупкий, ломкий. Соответственно, вот у взрослых людей нервная система, она хрупкая, ломкая. И чтобы ее поддержать, то есть, иными словами, вот чтобы в локальном конфликте не сойти с ума, люди начинают употреблять. Поэтому геополитические вопросы в этих моментах всегда стояли острые. Вот я не помню где, но как-то я наткнулся на статью, где говорилось о том, что мигрантская молодежь, она в меньшей степени колется, в меньшей степени употребляет алкоголь. Это действительно так или все-таки нет? И часто ли к вам обращаются мигранты за помощью? Ну, смотря с кем мы их сравним. То есть, с местными населениями. С местными населениями. Ну, безусловно, потому что, смотрите, еще раз говорю, культура – это определенный образ мыслей и действий. И, соответственно, это такой способ духовно освоения действительности. И если есть устои, адапы, адаты, традиции, то, соответственно, человек более устойчив в жизни. Но испытывая культурный шок, культурный шок, человек как раз подвержен, он фрустрирован, и он подвержен тому, чтобы употреблять наркотики или алкоголь. Но часто можно наблюдать. Я работал с мигрантами, когда работал в государственной наркологии. Были проекты такие. Мы сотрудничали с открытым институтом здоровья, с международным офисом по миграции. Там больше направлена работа была на социально значимые заболевания. Это ВИЧ, туберкулез и вирусный гепатит. Но мигранты, мигранты обращаются очень мало. Вообще это считается труднодоступной группой населения. Почему делается акцент на работу низкопороговых центров? Где нет регистратуры, людей в белых халатах, чтобы человек просто мог прийти, если что-то с чем-то он смущен, что-то его вдруг забеспокоило, может стать спокойнее уйти. Я думаю, что да, в этом есть логика. Как минимум в этом есть логика. Нет у меня статистических данных, но логика есть. Как вы относитесь к такой градации наркотических веществ, как, допустим, легкие наркотики, это анаша, допустим, и тяжелые наркотики, героин? Ведь даже среди определенной категории мусульман существует мнение, что трава – это макрох. То есть это незапрещенное, но при этом нежелательное. Существует ли такая градация? Такой градации на самом деле нет. Коранически у нас что написано? Коранически написано, «Все опьяняющее дурманище – это мерзость деяния сатаны». Однажды был вопрос задан шейху Камалю, который, он ливанец, он из Ливана, ему был задан вопрос про то, что, смотрите, вот в Коране написано про вино, а про водку нет. Тогда шейх говорит, извините, вы что думаете? Коран – это карта Вин, что ли, Винная карта? Вот какой он должен быть, Талмуд, если там будут бесконечные перечисления? То есть есть я не богослов, но в богословии есть вот эти разделения. Хабаист, мерзко-отвратительная, запрещенная и так далее. Там есть градация, но все это является запретным, запретным однозначно. И градация эта, собственно говоря, она, я думаю, возникла и из обывательского мнения. Вот про Вьетнам я говорил, определенный контингент. Американцы в Вьетнаме употребляли героин, вернувшись мирно. Причем, смотрите, надо отметить, что они возвращались из другой страны домой. В иные условия. И основная масса не стала наркоманами, не стала зависимой, она перестала употреблять. Поэтому здесь бытует мнение. Смотрите, у нас Северный Кавказ, допустим, это коллективная культура, это закрытая культура. Одним из ее акцентов является мужественность. То есть, если ты сам бросить не смог, я тоже пробыл в армии, допустим, говорит отец, но я бросил, а ты если не бросаешь, сынок, то ты кто? Слабак. Слабак. Вот примерно вот это звучит. Соответственно, это такое бытовое мнение. Но если мы берем все-таки научное обоснование, то здесь об этом говорить категорически нельзя. И смотрите, вопрос не столько в веществах, сколько в том, как реагирует наш организм на определенное вещество. Знаете, есть такая поговорка русская, что русскому хорошо-то немцу смерть. Это примерно вот про это. Поэтому здесь, если человек начал сегодня курить, канапиоиды, то вероятность того, что завтра он их не достанет и употребит спайсовые смеси, очень и очень велика. Поэтому здесь мы говорим о том, что градаций нет. Анвер, у нас сегодня тема очень интересная, и, соответственно, наши коллеги подготовили небольшой репортаж на сегодняшнюю тематику. Давайте его посмотрим. Идея открыть реабилитационный центр для наркозависимых людей возникла у Руслана Корнева 20 лет назад. За это время ему удалось вполне успешно ее реализовать. Он построил, казалось бы, обычный дом, но под его крышей сотни наркоманов и алкоголиков смогли вернуться к нормальной жизни. У нас были люди, которые освобождались тюрем, некуда было идти. Были люди, которых мы находили в подвалах. Были люди зависимые, химически зависимые. Были семьи многодетные, были беженцы с Украины. В общем, люди, которые в тяжелой жизненной ситуации иногда сами нас находят. В данное время на попечении Руслана находятся 12 человек. Среди них есть и дагестанцы, и жители других регионов России. Уже бывшие наркоманы, алкоголики и бомжи ведут здесь здоровый образ жизни. Все в доме делают своими руками. Первое, что это почитать Всевышнего, потому что все сотворено в этом мире прекрасно и правильно, и надо иметь правильное уважение ко всему, что Всевышний сотворил. Второе, это уважать то место, где ты живешь, правильно относиться. И третье, это уважать друг друга, те, которые проживают вместе. Дать интервью нам согласились только приезжие. Местные стыдятся родственников. Ведь не все знают об их пагубном пристрастии. Александр родом из Армавира. Долгое время употреблял наркотики. Теперь все это осталось для него в прошлом. Получив то, что нам дают от помощи, постараемся это передать. То есть мы также занимаемся и с детьми работой, общаемся. Занимаемся, в общем, стараемся нести добро. И то добро, которое получаем сами. Услышав о благотворительном центре, Руслану стали помогать простые дагестанцы. Подарили мебель, привозят продукты. Руслан в прошлом тоже был наркоманом. Но вовремя смог остановиться и встать на истинный путь. Мужчина занялся изучением ислама. Учился в Турции, Египте, а также в Кавказском светском институте в Махачкале. Я защищал исследовательский проект по исламу, по истории Дагестана. И для чего? Для того, чтобы понять, как люди думают, как люди строят отношения в обществе. Потому что религия тоже имеет огромное влияние на быт людей. Я здесь закончил высшее образование, получил по духовно-нравственному воспитанию. Соседи вначале боялись подопечных Руслана. Не верили, что такие люди вообще могут вернуться к нормальной жизни. Но, познакомившись поближе, поняли, что сильно ошибались. Идеи Руслана полностью одобряют и даже восхищаются его поступком. Очень много ушли ребят здоровые, сознательные, уже с положительным отношением к обществу. Со временем убедился, что молодцы, ничего лишнего не делали, чтобы где-то кому-то лазали. Наоборот, первые дня помогаем мы друг другу. Но Руслан помогает не только наркозависимым и бездомным. В поселке, где находится центр, не было никакого досуга для молодежи. Чтобы ребятам было чем заняться, он решил на собственные средства построить спортивную площадку. В этом ему помогли его подопечные. Это наша личная инициатива. Год назад мы приобрели землю и решили построить спортивную площадку для детей. Потому что в районе 7 километров у нас здесь нет ни одного спортивного сооружения. Многие семьи, они малоимущие, они не имеют возможности ходить в спортзалы платные или ездить далеко в город. Теперь любой ребенок может прийти сюда в свободное от учебы время и поиграть в футбол, кроссфит или попросту сделать зарядку. Хорошо, что здесь футбольное поле построили. Потому что мы не готовы в футбол идти. Когда в центре завершатся все работы, Руслан планирует построить еще один дом. Но уже для одиноких и больных стариков. Говорит, что дело это нелегкое. Но он верит, что Всевышний обязательно поможет ему и в этом. Василий Бурзиев, Василий Мтаджибов, канал «Алиф» Дагестан. А вот какие методики лечения и работы с наркозависимыми применяете непосредственно вы? Смотрите, я работаю амбулаторно, поэтому смысл работать мне амбулаторно есть с определенной категорией наркозависимых. Я работаю с теми, у кого еще нет больших разрушений, кто мотивировал на изменить свое поведение сам. Соответственно, либо по минимальному давлению родственников, по просьбе родственников. Либо те, кто прошли революционные центры, амбулаторные программы и пришли. То есть у них уже в период ремиссии возникают некие трудности с тем, чтобы оставаться в ремиссии. Поэтому они приходят. Но на сегодня, на сегодня вообще я приветствую, если человек все-таки в зависимости, это стационарная форма лечения. Вот вы сейчас затронули тему родственников. Как-то с родственниками, с окружением больных вы работаете? И в каком ключе она происходит? Если ко мне обращаются, я работаю. Но вообще работа с родственниками ведется абсолютно в любой адекватной грамотной организации. Потому что еще, если опираться на, опять же, историю, когда в 30-е годы, в прошлый век возникло сообщество такое, как анонимные алкоголики, то через короткое время стало понятно, что что-то надо делать и с родственниками, с женами, матерями. Есть такое понятие, как созависимость еще. Да, это как раз такие группы для того, чтобы создать такие группы созависимых. Потому что созависимость – это тоже определенная форма расстройства, в которой приходится что-то делать. То есть, иными словами, делать непременно что? Чтобы изначально интегрировать знания в людей, а потом научить ими пользоваться. Для того, чтобы тот человек, который обновлен и выходит из стен реабилитации, его встречала не та же семья, а семья уже тоже обновленная, с определенными новыми критериями подхода к заболеванию и выздоровлению в том числе. Хорошо. Ну, давайте представим. Есть наркоман, он решил завязать. С чего ему следует начинать, в первую очередь? Ну, смотрите. Если человек находится в состоянии активной зависимости, то первый вопрос, собственно, один из симптомов как раз зависимости, ссылаясь опять на МКБ, это абстинентный синдром. Первое, что мы делаем, это купируем абстинентный синдром. То есть, человек помещается в какое-то детоксикационное отделение, то есть, это больницы или так называемые детоксы, где, соответственно, его тело приводит... Чистит. Чистит, да, приводит в номинальную такую здоровую форму, где он может, собственно говоря, функционировать как полноценный человек. И там возникает, соответственно, следующий этап. Что-то надо делать с психикой и его социальным аспектом. Да, и здесь... Как раз то, о чем мы говорили, да? То есть, физиология, да? То есть... Физическое состояние, психологическое. Да, да. И здесь надо, соответственно, вести работу по тому, как человеку поменять свое поведение, потому что просто употреблять этого недостаточно. То есть, надо научиться оставаться в ремиссии. Поэтому он должен освоить определенные формы нового поведения. Соответственно, он их осваивает, но это опять форма либо стационаров, как правило, либо амбулаторных программ. Но если говорить немножко так отлично, ну, вот как бы про саму комплексную систему лечения, как она должна выглядеть в моем сегодняшнем понимании. Детокс, интоксикация тела, реабилитационная форма – это стационар либо амбулаторная программа, но лучше все-таки стационарная. Дальше человек переходит уже в амбулаторию, то есть, он продолжает свое лечение, ну, живет дома, да, и амбулаторно посещает, соответственно, программу. И дальше он социализирует самостоятельно и обращается в такие социальные градации. Есть социальные формы, такие как сообщество анонимных наркоманов, анонимных алкоголиков. Ну, таких, на самом деле, 12-шагов программы очень много. Они показали свою эффективность. Они бесплатные, соответственно, они доступны для любого человека. Вот как быть тогда с таким понятием, что бывших наркоманов там не бывает, да, что в любой момент наркоман может сорваться и вернуться как раз-таки к тому, с чего начиналось изначально? Есть такое понятие? Оно имеет место? Оно, это звучит в бытовом языке, да, но если говорить про профессиональный термин, там есть понимание рецидива, да, смотрите, ну, если вот такой пример вести, если мы отличаемся от наркомании, скажем, перейдем в область кардиологии, человек, скажем, мужчина, испытавший инсульт или инфаркт, что говорит доктор? Голубчик, пить вам надо завязывать, курить вам надо бросать, больше гулять на свежем воздухе, соответственно, да, там, и не поднимать, там, допустим, тяжелое. Проходит какое-то время, страх уходит, грубо говоря, размывается фон, человек попадает на корпоратив, немножко выпивает, начинает курить бесконтрольно, задерживается, например, там, покупает охапку цветов с чувствами вины в жене и скачет, как молодой, там, через три пролета, да, там, звонит в дверь и падает в новом, собственно говоря, приступе, да, соответственно, вот это, когда человек не соблюдает рекомендации. Здесь аналогия та же самая, то есть, если человек соблюдает рекомендации, то жить он может счастливо до конца своих дней. Единственное условие, он больше не употребляет никогда. Вот как раз вот этот термин, бывший наркоман, соответственно, к этому и относится, потому что излечение, если операция, опять же, там, на ООС, излечение невозможно, потому что, что можно, что можем считать под излечением, если человек снова может употреблять без каких-либо последствий, это невозможно, поэтому под исцелением, выздоровлением считается длительная ремиссия. Вот, собственно, поэтому вот бывших наркоман действительно не больно. А какая-то вот профилактика от наркомании вообще существует, и вообще как можно наших детей уберечь от этого, да, и, может быть, наша религия как-то вот в этом может нам помочь? Ну, смотрите, я являюсь членом Ассоциации психологической помощи мусульманам. Ассоциация выходила с такими инициативами, как создать обучающие семинары для имамов, потому что, собственно говоря, скажем, когда я работал в сотрудничестве с Открытым институтом здоровья, и мы ходили там, посещали различные махаля, обычно, то есть реакция какая, ой-вы, что вы, что вы, мы же мусульмане, какой ВИЧ, там какая наркомания. Нет, 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 это не про нас, да. Но, как показывает практика, поэтому здесь, во-первых, не хватает информированности самих имамов. Если смотрите, скажем, ну, это было уже несколько лет назад, Шамиль Ильевдинов говорил о том, обращаясь как раз к мигрантам, что никакого легалайза не существует. Если вас просят что-то перевести из одного конца, Москвы в другой обещают, там 2000 какой-то там порошок или какую-то смесь, отказывайтесь, да, то есть, потому что, если вам с этим вас задержат, то есть, соответственно, вот вы будете иметь проблемы, да. Я считаю, это достаточно действенно, когда открыто о проблеме заявляет авторитетное лицо, каким является имам, да, это одна сторона. Другая сторона – это, конечно, семья. То есть, если в семье ребёнок, испытавший стресс, если, грубо говоря, его там побили, да, там, и он приходит и говорит там отцу, пусть не отцу, дяде, брату, деду, о том, что с ним произошёл такой конфликт, и его не отталкивают, не говорят, слышь, ты слабак, иди там тоже, ну, давай, то, соответственно, если у него есть возможность рассказать о своих переживаниях и чувствах, это тоже отличный профилактик. Когда есть доверительное отношение в семье, да, то есть, я считаю, что всё, ну, первый социальный институт, к которому мы приходим в эту жизнь – это наши семьи. И если есть мать, есть отец, есть доверительное отношение, а если уж говорить о Кавказе, то здесь вообще всё прекрасно может быть, потому что здесь встречаются четыре культурных, четыре физических поколения, да, там, прадед, отец, внук, там, правнук. И в этом случае, когда человек видит четыре поколения, он вырастает гармонически и психически здоровым. И если там нет подавления чувств, есть возможность высказывать свои желания, они выслушиваются, и нет формы такой запретной, запретительной формы, то человек вырастает достаточно гармоничным и устойчивым к стрессу. Вот это профилактика. Профилактика бы сказал, обращаясь там к родителям, дорогие родители, обратите, пожалуйста, внимание на себя, потому что наши дети слышат тогда, когда мы беседуем не с ними, они очень быстро улавливают двойные стандарты. Поэтому двойные стандарты — это одна из форм, когда ребёнок это улавливает и, соответственно, тоже подстраивается. Если вдруг ребёнок на меня кричит, а я ему говорю, не злись, то куда ему отнести эту злость? Он его носит либо на улицу, и у него тогда появляется социально неприемлемое поведение, либо, скажем, в более старшем возрасте, как раз он идёт к тому, чтобы употреблять, потому что вещество. Тогда ему становится поможет им пережить это ощущение. Отверженности, неразмещённой ментальной агрессии и так далее, и так далее, и так далее. Всё-таки как профилактика, я бы говорил, всё-таки это информирование, с одной стороны, наших духовных, да, соответственно, лиц, с другой стороны, это всё-таки работа с семьёй. Андрей, я благодарю вас, что вы нашли для нас время. Было очень интересно услышать ваше профессиональное мнение. Я думаю, нашим зрителям будет очень полезно всё то, о чём вы рассказали, и нам в том числе. Ждём вас ещё. Печальные цифры статистики показывают, что число наркоманов в России с каждым годом увеличивается, несмотря на все усилия государства, врачей и общественников. Возникает ощущение каких-то полумер, недоработок, активности в холостую. Ведь в оздоровлении нуждается всё общество, вся система социальных отношений, вся духовно-нравственная сторона жизни. Укрепление исламских ценностей, например, имеет, в числе прочего, сильный антинаркотический заряд. Если человек искренне следует установкам религии, он не станет использовать хамр, запретные одурманящие вещества. Но, к сожалению, этот мощнейший потенциал пока мало востребован. И не в последнюю очередь по вине самих мусульманских организаций, которые заняты зачастую всем, чем угодно, кроме реальной работы с нуждающимися в поддержке людьми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова